Всем привет! С вами Мария Жаркова. Сегодня занимаюсь фигурным катанием. Ну, занимаюсь, конечно, в кавычках. Компанию мне составила мастер спорта Анастасия Хаткова. Настя, спасибо большое! Очень приятные впечатления от общения остались. Что ж, давайте сразу к делу. После него еще пообщаемся. Начинаем мы с простого. Именно просто катиться вперед. Всегда колени у нас чуть согнуты. Корпус наклоняем вперед. После того, как это освоили, в принципе, ничего сложного. Начинаем пробовать рисовать такие фонарики. Теперь то же самое, но уже нужно катиться назад. Это задание оказалось посложнее. Ноги переставляешь, толкаешься. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тормозилька! Точно! Точно! Самое главное. Посложнее, что ты потом тормозишь. Можешь тормозить вот так. То есть ты едешь... Ага. Можно тормозить на тебя. Вот так? Не пытайся, ты умолчишь. Можно продолжать... Все петлями голька можно тормозить. Главное знать, что в тебе удобно. В этом упражнении зашагиваем только одной ногой, поочередно ноги переставляя. И получается, что себя в таком круговом направлении запускаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь попробуем катиться на одной ноге. Разгоняемся благодаря тому, что опорную ногу сгибаем и разгибаем. Помогаем себе той ногой, которая находится в воздухе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Баланс на одной ноге я держать получилось, поэтому можно попробовать и сделать ласточку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можно еще попробовать сделать вот так, но это только для желающих. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующее упражнение. Одна нога стоит на зубце, другой ногой себя закручиваем. Со стороны кажется, что просто, но мне было сложно вернуть ногу в исходное положение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вращение выполнить у меня не получилось, поэтому пришлось пойти на небольшую хитрость. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пробуем выполнить прыжок на 180 градусов, чтобы чувствовать себя уверенно. Сначала можно научиться подпрыгивать на одной ноге, как Настя сейчас показывает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь закрепим все, что сегодня на тренировке попробовали. Катание на одной ноге, прыжок на 180, движение назад. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и теперь домашнее задание от тренера на следующую тренировку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Настя, спасибо тебе большое, мне понравилось. Дианычка, а не все плохо на меня? Все нормально, все хорошо, да. Ну, ты мастер-спорт, и все детство, да, провела? Стык занималась? Да, я с четырех лет, 13 лет, 18 лет я занималась. Сначала одна маленькая каталась, потом уже, когда постарше стала, меня забрали в пары. Тарас попрел. А во сколько было тренировок в день? По две тренировки в день. Сначала в зал, потом в гроз. После этого, возможно, еще хоряга, да? Ну, примерно по два с половиной часа в день, в два раза. Как сама считаешь, по возрасту лучше всего отдавать ребенка, если родители хотят шоку на манси? Ну, вообще идеально, кто-то в три-четыре. Он действительно тревмоопасный. Да, да. Травмоопасный. Ну, это стоит того, мне кажется, потому что это очень интересно. Варварный круг, это круг соревнований, когда ты ездишь на них. Но в соревновании есть? Да, по-моему, почти каждый месяц ездят. То есть, само по себе хигурное питание, это очень интересно, очень красиво. Вот, ведь спорты сейчас популярны достаточно часто. И нравится тебе, что и взрослые начинают заниматься лидерами? Да. Сейчас, например, у нас еще три-четыре школы для взрослых. Они даже на соревнованиях. Я считаю, что это очень хорошо. Это продвигает, в принципе, хигурное питание. То есть, даже взрослые, которые мечтали, чтобы у нас в детстве заниматься спортом, у них такая возможность получать. То есть, не нужно смотреть на возраст, если хочется делать заниматься. Что ж такое занятие получилось сегодня? Ну, конечно, все понравилось. Каток, такое приятное времяпрепровождение, отличное развлечение. Если говорить про спортивную составляющую, то, конечно, это непросто. Нужно постоянно заниматься. Фигурное катание очень красивый вид спорта. Даже если вы новичок и уже во взрослом возрасте находитесь, но хотите попробовать, дерзайте. Специальные секции сейчас есть. Да, наверное, это достаточно затратный вид спорта, потому что, ну, понятное дело, нужно обслуживать каток и за него платить. Даже не знаю, что добавить. Все мне понравилось. Конечно, бы хотелось лучше кататься, более-менее простые элементы выполнять. Ну, для этого нужно заниматься и заниматься регулярно. Вам спасибо, что вы это видео смотрели. Увидимся в следующий раз. Я вас обнимаю, целую и желаю добра. Анна, соберитесь, ты оператор сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok